Всем привет! И вновь на Авторадио настало время программы Каренина. В гостях сегодня трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Наташа, привет! Привет! Предлагаю покататься. Причем очень символично сегодня. Обрати внимание, на улице проливной дождь. И у нас как раз синхронное плавание практически. Да, без воды никак. Скажи, каково это чувство, я знаю, что в этом году, да, мы все следили за вашими успехами, вот это вот чувство, когда ты первая? На самом деле осознание, наверное, пришло совсем недавно, потому что, когда ты находишься на Олимпиаде, и тебе вешают эту медаль, ты еще не понимаешь, что ты до этого дошел, что ты получил высшую награду в спорте, о которой, наверное, мечтает, ну, каждый ребенок, который пришел заниматься в любую секцию. А переживала перед соревнованиями? Есть какие-то, кстати, приметы у синхронисток, не знаю, там, гонщики шлемом стучат по крыше, а синхронистки что делают? У нас, например, вот мы со Светланой Ромашиной, с моей партнерщей по дуэту, стараемся, чтобы перед стартом между нами никто не прошел. То есть считается, что если между дуэтом кто-то, ну, как бы разобьет, да, то синхронности не будет. Поэтому мы с ней, как такие немножко ненормальные, все время чуть ли не за ручку ходили. А когда автомобили пришли в твою жизнь? Пришли в 20 лет. Первая машина у меня появилась. Вот, начала ездить сразу в Москве, хотя права получала в Калининграде. А какая? Мазда. Какая? Третья, да. И сколько ты на ней проездила? Я на ней проездила два года, и потом уже как раз выиграла Олимпиаду в Пекине, и нам подарили BMW X3. Вот, я проездила на ней четыре года, но сейчас она у меня... А я знаю, что вообще с Audi подарили, по-моему. Да, сейчас нам подарили Audi, теперь я езжу на Audi. А BMW, ну, думали сначала продать, но мама сказала, нет, ты что, как можно вообще такую машину продавать, отдай мне. Мне кажется, такой перепад Audi и BMW, это кардинально разные марки, пересаживаться несложно, то есть привыкаешь к одному, потом раз кардинально в другое русло. Когда подарили, тем более нам же подарили Audi A8, у меня сначала, ну, такие какие-то чувства странные были, то есть я мужу говорю, я не смогу на ней ездить, она же вообще огромная. Ну, то есть, типа, с водителем обычно... Ну, муж, она была счастлива, что все-таки она делает Audi A8. Муж такой говорит, иди поездя, ну, просто попробуй, да. Я говорю, да не буду я на ней ездить, она огромная. Я говорю, корабль, это как я вообще на такой машине? Он, я тебе сказала, иди попробуй. Ну, в общем, он меня уговорил, я когда села на нее, то поняла, что да, на этом космическом корабле нормально. Ну, это как-то странно, подарить хрупким синхронисткам, простите меня, A8. Нет, ну, мы еще не такие хрупкие, как, например, девочки из спортивной гимнастики. Не сложно тебе после такого трудового дня, хлорка, вот эта вот постоянная тренировка дыхания, когда уже, не знаю, выходишь, наверное, и хочется там спокойно сесть в автомобиль с водителем и поехать, нет еще самой вести машину? Или что? Ну, на самом деле, я получаю, в принципе, удовольствие от вождения автомобилем, но бывают даже иногда такие, вот вы как раз сказали, после, там, 10 часов в воде, мы же тренируемся иногда без очков, поэтому глаза красные после тренировки. Часто наши полицейские останавливают и проверяют. Например, останавливают, говорят, девушка, надо проверить, ну, как это, пьяная, не пьяная за рулем. В общем, я говорю, да почему пьяная, я с тренировки еду. Да нет, у вас, ну, в общем, вид какой-то странный, давайте на медосвидетельствование. Я говорю, да нет, я с вами не поеду на медосвидетельствование. Ну, в общем, они мне в итоге, конечно, поверили, но все равно сам факт. А ты когда-нибудь застревала на автомобиле? Единственное, вот этой зимой была такая ситуация, у меня у подружки, как раз, все это ромашные, у нее тоже X3, и мы вдвоем приехали на базу, нам с нее уезжать, у нас сели аккумуляторы, у двоих одновременно. Синхронно мы, как нормальный русский человек, открыли. Слушайте, у вас все синхронно, вот у двоих, я заметила, что, да, не только синхронное плавание, но даже и аккумуляторы у вас садятся. Да, с умным видом открыли капот, но не зная, что в BMW это аккумулятор сзади. Они все, кстати, знают, что у BMW аккумулятор сзади. Я говорю, свет, надо искать аккумулятор. Мы, значит, с ней смотрим, ну, пришлось звонить нашим молодым людям. Нашли их сзади, ну, подсоединили к зарядке, нормально зарядили, уехали. Ну, в общем, искали не так. В гостях у меня трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, с которой мы подплыли практически, символично, правда, Наташа? Да. К ее автомобилю, у которой стоит вот-вот черная X3 BMW. Сколько литров, сколько сил? Или дареному коню в зубы не смотрят? Два с половиной литра, 218 сил. А я вот обратила внимание, ты ставишь наручник автомобиля. Это зачем? Ну, потому что по привычке был такой случай у меня у подружки с автоматической коробкой. У нас около бассейна парковка на склоне. И машина уехала на Варшавку сама. И паркуясь там, то есть я настолько привыкла, что уже ставлю все время. Ну, просто на самом деле, видимо, мне кажется, у нее, скорее всего, была коробка без паркинга. Есть такие варианты коробок, когда нужно стоять наручник. Потому что здесь наоборот. Сейчас, тем более, зима скоро. Будешь мучиться, потому что колодки, чтобы ты премерзла. Нашла вот такую зеленую черепашку желтого с коричневым панцирем. Жизнь у нее, видимо, очень тяжелая. Потому что, посмотрите на эти глаза. Подарила мне эту черепашку Ася Давыдова, наша пятикратная олимпийская чемпионка. Подарила она мне ее на какой-то Новый год. Я еще тогда ездила на Мазде. То есть она мне ее подарила, я ее положила в Мазду. Ну, и вот это как талисман. Переезжает у меня из машины в машину. Теперь ездит со мной. Причем, обратите внимание, это одна из столь немногих девушек, которая игрушки плюшевые возит. Все-таки сзади, практически в багажнике. Они на торпеду их выкладывают. Когда там девушку не видно за этими игрушками, да, они отсвечивают в стекло. Это очень плохая история, потому что игрушки, они еще летают по салону, если когда поворачиваешь. Поэтому вот эти вещи, даже такие милые, как вот эта вот черепаха-тортилла, мне кажется, давайте мы ее вернем обратно. Ты знаешь, пообщавшись с тобой, хочется тебе сказать огромное спасибо, потому что всегда приятно, что в нашей стране есть девушки, которые борются за нашу страну, да, несмотря ни на что, получают медали. И при этом, да, то есть ухватает время еще и на автомобиле, и на то, чтобы прийти к нам в программу. Спасибо огромное. Было очень приятно с тобой общаться. Спасибо большое за приглашение. На самом деле, мне было сегодня очень интересно и пообщаться. Вообще рассказать именно про автомобили, потому что, ну, таких интервью, которые касаются чего-то другого, кроме синхронного плавания, это бывает очень редко. Поэтому спасибо. Спасибо тебе большое. Программа Каренина на Авторадио. Счастливо. Пока. Пока.